Привет! Вы на лучшем техническом канале, канале компании «АвтоСтронг». Здесь мы рассказываем все о БУ-запчастях и делаем очень классный контент для вас. Поэтому подпишитесь обязательно на наш канал и поставьте лайк этому видео. Ну что, пройдемся по чему-то очень популярному. Итак, встречаем 1.7 CDTI от Opel. 1.7-литровый турбодизель под капотами Opel был создан компанией Isuzu в 1990 году и выпускался аж до 2014. За весь период он прошел все этапы эволюции – от форкамерного дизеля до дизеля с топливной системой Common Rail. Мы уже рассматривали двигатель с непосредственным впрыском от Denso. Кликаем по ссылке и смотрим. А сегодня мы рассмотрим этот дизель с системой Common Rail. Двигатель 1.7 DTI превратился в двигатель 1.7 CDTI в 2003 году. Надо отметить, что появилось сразу две версии. На Astro G и на Astro H установилась топливная система Common Rail от Bosch, в то время как на Combo, Corsa и Meriva установилась топливная система от Denso. Причем в обоих случаях они носят название Z17 DTH и развивают 100 лошадиных сил. Но на Astro G и Astro H встречается Z17 DTL мощностью 80 лошадиных сил. Двигатели 1.7 CDTI с топливной системой Bosch отличаются прошивкой, турбинами и некоторыми мелочами. Двигатели с топливной системой Denso по навесному оборудованию не совместимы с двигателями с топливной аппаратурой Bosch. Чтобы показать отличия, вы помните, что в «АвтоСтронг» есть все. Со склада мы взяли еще один мотор Opel. Он смиривый, поэтому здесь по-любому будет Denso. Сейчас расскажем, как по-быстрому их различить. Электронные разъемы, которые стоят на форсунках Bosch, стоят перпендикулярно распредвалам и смотрят на лобовое стекло. А линия обратки у нас прямая. А электронные разъемы форсунок Denso смотрят на правую переднюю стойку крыши и линия обратки здесь зигзагообразная. Клапаны и крышки, в принципе, отличаются. Все это обусловлено разными отверстиями под форсунки. Также есть еще мелкие отличия, потому что разные топливные системы. ТНВД здесь естественно разные. При первом взгляде их проще всего отличить по размеру дозирующих клапанов. То есть в Denso он длинный, в Bosch он короткий. ТНВД Denso крепится двумя болтами, ТНВД Bosch тремя. И не поверите, разные задающие диски под датчик коленвала 56 зубьев у Denso и 58 у Bosch. Электровакуумные клапаны у них разные и стоят в разных местах. На моторе с топливной системой Bosch они стоят вот здесь и вот здесь, а на моторе Denso стоят вот здесь и вот здесь. И еще одно замечание, не касающееся топливных систем. Если блок управления двигателем стоит прямо на нем, то это точно двигатель не с Astro. Об отличиях пока все, а мотор с Merivy мы возвращаем на продажу. Говорить о проблемах двигателя 1.7C DTi мы будем на основе его первого 80-сильного варианта Z17 DTL, снятого с Opel Astra G 2004 года с пробегом 200 тысяч километров. Двигатель очень надежный, но нюансы есть. Сейчас будем разбираться. Довольно распространенная проблема – это поломка датчика положения коленвала. Если датчик сломался, то двигатель будет плохо заводиться и глохнуть на ходу. Будет ехать и заводиться до тех пор, пока датчик не прогреется. Прогреется все. И, разумеется, в памяти будут записаны ошибки именно по датчику коленвала. Очень неприятная особенность в автомобилях Opel Astra H – это блок управления двигателя, который стоит в передней левой арке. Из-за того, что он плохо защищен от грязи и влаги, он часто выходит из строя. В нем разрушаются контакты и пайка. Двигатель тогда глохнет, но заводится неплохо. Появляются ошибки низкого напряжения в цепи форсунок и недействительные данные блока управления. В ряде случаев ремонт возможен, а тогда, когда он невозможен, вы всегда можете купить такой блок в «АвтоСтронг» по лучшей цене. Примерная цена его – 40 долларов. Его надо будет привязать к вашему автомобилю. Вводная часть закончена. Сейчас мы начинаем нашу разборочку. И сегодня с нами наш Паша. Всем здравствуйте. Бывает так, что на автомобилях с двигателем 1.7C DTI пропадает зарядка АКБ. В этом виноват отнюдь не генератор, а вакуумный насос, который установлен рядом. Вакуумный насос смазывается маслом, и из-за изношенного сальника масло попадает на генератор, а именно на диодный мост. Диодный мост перегревается, и зарядка тогда пропадает. Когда диод остывает, то зарядка возобновляется. Давайте посмотрим поближе на вакуумный насос. По вот этим трубочкам поступает масло для смазки, а по вот этим насос раздает вакуум. По вот этому штуцеру вакуум идет на усилитель тормозов, а по вот этому на электровакуумный клапан. Итак, встречаем турбины с автомобилей Opel. Это наша турбина Mitsubishi TD 025. Эта турбина с такого же, но стасильного мотора TD 03. На нашем слабеньком моторе стоит турбина с перепускным клапаном, на более мощном моторе с управляемой геометрией. Если турбина изнашивается, то она начинает гнать масло во впуск, и потом мы видим сизый дым из выхлопной трубы. То же самое можно сказать и о турбине TD 03. По состоянию турбины у нас без люфтов, и они ждут вас в «АвтоСтронг-М». Проблемы с клапаном EGR на моторе 1.7 CD-3 очень редки. Очень редкий случай, когда его заклинивает. Если машина потеряла былую прыть, то его надо снять и прочистить. И тогда машина поедет как новая. Теплообменник, а точнее его прокладка, тоже является источником проблем. При потере эластичности прокладка начинает пропускать масло в антифриз. Реже масло просто сочится наружу. В такой ситуации масло начинает виднеться в расширительном бачке. Позже масло просто разъест все патрубки охлаждения. Но это не единственная проблема, из-за которой масло появляется в расширительном бачке. Встречаем электровакуумные клапаны. Вот этот клапан. Клапан управляет актуатором заслонок, а вот этот клапан управляет турбиной, то есть или геометрией или перепускным клапаном. С этим клапаном ничего не случается, а вот этот клапан может быть причиной того, что турбина не додувает либо передувает. Дело в том, что вот этот клапан активно сообщается с атмосферой, то есть в него может попасть пыль, которая засоряет его сеточку. Встречаем впускной коллектор. Обратите внимание, что здесь есть вихревые заслонки. Вихревые заслонки здесь половинчатые, то есть вот там целая тарелка, здесь тарелка половинчатая. Мы не слышали, чтобы на этом моторе, в отличие от других двигателей, заслонки срывали и привозили двигатель к капиталке. Здесь максимум, что может быть, это ось, как в нашем случае прикореет и заслонки перестанут работать. Этому мотору повезло, заслонки заклинили в открытом положении. Ремень ГРМ на двигателе. с топливной системой Bosch короче, чем на двигателе с топливной системой Denso. И менять его надо каждые 120 тысяч километров. Он приводит распредвал, масляный насос и ТНВД. Течь масла по сальнику маслонасоса не редкость. Эта течь опасна, потому что масло попадает на ремень ГРМ и это может привести к перескоку. И бывает такое, что шкив маслонасоса срывает, и непонятно, почему это происходит. Топливный насос и форсунки от Bosch мы можем встретить на двигателях 1.7 CDTI только на Opel Astra. Насос надежный. Единственный случай, когда его нужно менять, это когда он не обеспечивает нужного давления в топливной рампе. И тогда двигатель не заводится. Это очень хорошо диагностируется дилерским ПО. Все форсунки уплотнены вот такими крышечками. Здесь есть сальники. Естественно, сальники со временем пропускают масло, и эти крышечки надо менять. Павел, спасибо. Два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы отсутствуют. Тепловые зазоры надо периодически проверять и регулировать. Регулируются они не самым удобным способом – шайбами. Если смотреть по состоянию, то состояние кулачков здесь у нас никаких замечаний не вызывает. И напомним, что черный масляный налет – это абсолютно нормально для дизелей. Форсунки Bosch надежные и ремонтопригодные. То есть любые вопросы с ними можно решить задешево. Если износился распылитель, то двигатель просто перестает заводиться на горячую. Три форсунки мы успешно достали, а одна форсунка вышла у нас с гильзой. Кстати, сейчас подробнее расскажу. Обычно в моторах форсунки вставлены в просверленные отверстия в ГБЦ. Но в моторах 1.7 CDTI форсунки вставлены в гильзы. И в нашем случае, кстати, неудачно вышла форсунка с гильзой. Здесь есть на гильзе два уплотнительных колечка, которые уплотняют канал, в котором бежит антифриз. То есть, когда изнашиваются колечки, то масло смешивается с антифризом. Также бывает, что антифриз подкапывает в цилиндры. И обязательно лейте в такой двигатель качественный антифриз, потому что жижа, которая была залита здесь, буквально разъела гильзу. Вообще, по мануалу, когда мы достаем форсунки, надо доставать еще и гильзы, чтобы поменять вот эти уплотнительные колечки. Но есть нюанс. Чтобы достать гильзу, надо снимать постель распредвалов, потому что она их и удерживает. Что мы здесь наглядно и видим? Форсунка, которая осталась с гильзой, просто поломала постель распредвалов. Ну а здесь мы видим практически идеальную картину. По состоянию хон просматривается, откровенных задиров нет. И в тех местах, где юбки поршня соприкасаются с цилиндром, мы видим прихваты. Хотим обратить ваше внимание, что Z17DTL не оснащена датчиком уровня масла, а Z17DTH оснащена. Вот тот самый задающий диск, о котором мы говорили в самом начале. На моторах с топливными системами Bosch и Denso они разные, а коленвалы одинаковые. Не забудьте подписаться на канал. Поршни у нас бодрячком. Если посмотреть на компрессионные кольца, они подвижны. Маслосъемные кольца тоже подвижны. Графитовое напыление на всех поршнях присутствует, но немножко потерто. Но если посмотреть на шатунные вкладыши, то немного они пострадали. Коренные вкладыши тоже пострадали, особенно вкладыш третьей опоры коленвала. Ну а состояние коленвала у нас оставляет желать лучшего. Шейки потертые, но не задраны. Разборка закончена и сегодня мы разобрали действительно надежный мотор. Да, есть нюансы, но нюансы есть везде. Если ты хочешь знать о моторах, обязательно подпишись на наш канал. Заходи на наши соцсети, заходи на наш сайт. Покупай у нас отличные запчасти и с доставкой. И помни, что с тобой была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М». «АвтоСтронг-М» 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 Продолжение следует...